Недавно я получил письмо на почту, там был один документ, я его распечатал, вот он, это акт выполненных работ. Самое интересное здесь в конце, вознаграждение исполнителя в общей сумме за период с 1 по 30 ноября 2021 года, сумма 159 236 рублей, 93 копейки, в том числе НДФЛ 20 701 рубль. Все, что мне надо сделать, это подписать этот документ и отправить назад. Обычно через дней 10 мне приходит эта сумма. Какие же работы я выполнил за эти деньги, за 159 236 рублей? А никаких работ я не выполнял. Деньги приходят просто так. Это пассивный доход, то есть те деньги, которые идут сами по себе, и для этого не надо ничего делать. Это как пенсия, которую вы будете получать. Вам же не надо работать для того, чтобы получать пенсию, но пенсия будет очень маленькая. Или как вклад в банки, на депозит. Вам же не надо работать для того, чтобы получать проценты. Вы только положили и получаете проценты. Но для того, чтобы получить проценты в таком количестве, посчитайте-ка, сколько денег надо вложить в банк. Или это могут быть купоны или дивиденды на те акции, которые вы купили на фондовом рынке. Там надо уже поменьше, чем на депозит в банке. Но тем не менее, не так уж и много. Я прикинул, что для того, чтобы получать примерно такие деньги, вы должны положить где-то 35-50 миллионов рублей на счет. Либо на брокерский, либо на банковский. Но если у меня эти деньги нет, так за что же я получил такой пассивный доход? Дело в том, что источников пассивного дохода может быть много. И я создал такой пассивный доход, который равносилен по стоимости 35 миллионов рублей. Как я это сделал, я рассказываю на своем канале. Поэтому подпишитесь на него, поставьте сейчас лайк. И в следующем видео, буквально, которое вы увидите прямо сейчас, ссылочку на которое вы увидите, я расскажу вам, какие есть источники пассивного дохода, как их можно создать. И прямо сейчас я создаю, продолжаю создавать эти источники пассивного дохода. Поэтому нажмите на ту ссылочку, которую вы прямо сейчас увидите и продолжим. До встречи!